добрый день сегодня мы с вами научимся выполнять вот такой великолепный интересный объемный узор данный узор я буду выполнять на объемной толстой пряжи раппорт в ширину данного узора 2 петли высоту повторяется два ряда для работы мы будем использовать толстую объемную пряжу и спицы для данного узора необходимо набирать количество петель кратное 2 и плюс 2 кромочные для образца я наберу 16 петель классическим набором на две спицы 2 3 4 5 6 и так набираем все петли я набрала 16 петель из них первое и последнее это кромочные петли остальные 14 это петли нашего узора и мы приступаем к выполнению первого ряда кромочную петлю мы снимаем не провязывая следующую петлю мы провязываем лицевой провязали снятую петлю подхватываем левой спицей и набрасываем ее на провязанную петлю и показ с левой спицы мы ее не снимаем заводим правую спицу в эту петлю захватываем рабочую ниточку и выполняем петлю и только после этого сбрасываем мы выполнили раппорт в ширину теперь действие повторяем одну петлю мы снимаем следующую провязываем лицевой снятую петлю подхватываем и набрасываем на провязанную и оставляем вот в таком положении затем заводим правую спицу в ту петлю которую мы набрасывали захватываем рабочую ниточку вывязываем петлю и только 5 после этого сбрасываем вот так получается и повторяем петлю снимаем следующую провязываем лицевой ту которую снимали мы набрасываем не снимая ее с левой спицы в нее же заводим правую спицу и выполняем еще одну петлю и после этого сбрасываем так мы провяжем до конца ряда заканчиваем выполнение первого ряда мне остается провязать две последние петли это петли последнего раппорта одну петлю мы снимаем следующую провязываем лицевой снятую мы набрасываем и из нее выполняем еще одну петелечку после этого сбрасываем кромочную в конце ряда выполняем изнаночной петлей первый ряд мы выполнили работу переворачиваем во втором ряду мы будем выполнять так кромочную снимаем провязываем 1 изнаночную следующие две петли мы провяжем вместе изнаночной петлей заводим правую спицу захватываем 2 петелечки и провязываем вместе изнаночной но пока не сбрасываем с левой спицы то есть оставляем вот в таком положении вот наши две петелечки и теперь из первой петли вот я завожу правую спицу под первую петелечку мы вывязываем еще одну петлю изнаночную и теперь сбрасываем дальше действие мы повторим 1 изнаночная следующие две петли мы провяжем вместе изнаночной петлей вот я завела правую спицу захватив 2 петелечки провязываем 2 вместе изнаночной но с левой спицы мы эти петли не сбрасываем заводим правую спицу под первую петлю и из нее выполняем еще одну изнаночную и только после этого сбрасываем затем 1 изнаночная и мы повторяем 2 вместе изнаночной не сбрасывая с левой спицы заводим правую под первую петелечку и выполняем еще одну изнаночную петлю и только после этого спрашиваем так провяжем до конца ряда вот я провязала в карте ряда 1 изнаночная затем из двух петель 2 и остается в конце ряда еще 2 петелечки их провязываем 2 изнаночные 1 и 2 кромочная изнаночной петлей работу переворачиваем мы с вами получается связали раппорт в высоту но есть небольшой нюанс первый ряд мы лицевые петли вязали за переднюю стеночку петли после наборного края чтобы они не были скрещенными все последующие ряды будем выполнять за заднюю стеночку я вам покажу чтобы вы не запутались и так первую петелечку то есть кромочную мы снимаем затем снимаем первую петлю первого раппорта вторую петлю мы провязываем лицевой уже за заднюю стеночку провязали затем подхватываем снятую петлю и набрасываем на провязанную не снимая ее с левой спицей из нее выполняем еще одну петлю дальше действие повторяю одну петлю снимаем следующему провязываем лицевой уже все последующие лицевые ряды вы будете вязать лицевую за заднюю стеночку провязали подхватываем не провязанную набрасываем из нее выполняем петелечку и повторяю одну снимаю вторую провязываем затем набрасываем из нее выполняем петлю то есть узор достаточно простой мы будем повторять 1 и 2 ряды раппорт в ширину я повторю две петли высоту два ряда и так провяжем необходимое количество сантиметров я выполнила полотно используя данный узор и вот так выглядит лицевая сторона полотна с изнаночной стороны выглядит вот так сам узор я повторю достаточно легкий высоту раппорт всего лишь два ряда но смотрится очень красиво особенно на вот такой толстой объемной пряжи также этот узор я выполнила из пряжи другой толщины и сейчас покажу вам образец вот так смотрится этот узор в пряжи другой толщины тоже достаточно интересно лицевая сторона полотна изнаночная вы можете использовать ту пряжу которая вам больше нравится я желаю вам творческих успехов и Продолжение следует...